выбор супругов мы говорили что иногда были случаи когда встречались молодые люди где-нибудь и потом они начинали дружить и вступали супружеские отношения но чаще всего в еврейских общинах это были традиции сватовства да шадхэн шадхэн шидух сватовство шадхэн это сват шадхэн шадхэн да шидух это суставство шадхэн это сват ну поймем по-иджески сваха будет ента и некоторые ультра ортодоксальные общины продолжают сохранять эту традицию хотя договоренность и заключение брака уже достигнута мужчина все равно должен просить руки своей потенциальной невесты у ее отца и закрепить договор заплатил выкуп за невесту в романе род портной и его комплекс это рассказывает с первой и второй мировой войны рассказывает что матери подседали сыновей после второй мировой войны чтобы немедленно порекомендовать им очень хороших девушек если вы посмотрите приключения араби якова да приезжает араби яков своим яковым помощником арабским террористом который там тоже прячется других арабских террористов и его сразу же рекомендуют хорошую девушку да видите сразу еврейские родители всеми века мечтали о набожном образованном взятии хрупкий слабый анемичный сутылы одолго сидения над кривами юноша был вплоть до прошлого столетия идеалом сына иакова слабые руки и сильная голова но в действительности если мы посмотрим на израиль то всегда мужчины израиля были какие сильные и красивые да это голодный образ но мы видим что их духовные и душевные качества да они ставятся выше чем просто физическая привлекательность несколько лет назад велик верховный араби на великобритании разъяснял какими устойные и нравственные качества должен обрадать жених невежда по его словам надо немедленно отвергнуть американские писатели говоря о семье у евреев подчеркивают что хороший университетский диплом лучший способ быстро и собою до согласия заключить враг поэтому еврейские мужчины всегда как правило если есть возможность такая физическая или материальная что заканчивает какой-нибудь вуз да какой-нибудь институт это вот такая еврейская традиция и если он не имеет образования си не имеет диплома все он не адвокат и не врач то у него шансов получить хорошую достойную супругу несколько меньше но сейчас конечно это не происходит и часто вот эти происходят вещи те же самые что и в миру но вы помните когда мы разбирали о двух братах облагословение и сава и облагословение иакова и сав антисемит когда имеет право поступать против якова когда яков не соблюдает законы тора не живет по законам тора да если евреи не живут по закону тора то антисемиты как правило их очень сильно критикуют иногда есть за что критиковать евреи бывают жадные евреи такие бывают как говорят антисемиты бывают почему потому что они не живут по законам тора если бы они жили по законам тора они бы так не поступали и не было бы причин тогда что-либо говорить хорошо обручение эйрусин ритуалы связаны с еврейской свадьбой начинается с момента помолки с церемонии известно как тенаим тенаим раньше в это время этой церемонии разбивалась тарелка сейчас тарелка когда разбивается или бокал конце да уже свадебный тогда это было значит символом разрушения храму иерусалиме и также что разар празднования евреи испытывают грусть от потери и кроме того если вы разбили что-либо что по происходит склеить обратно уже невозможно правда поэтому если произошло уже какое-то изменение в твоем положении то что обратно это вернуть до невозможно вот отсюда еврейская разбитая посуда счастье да а когда разбитая посуда бывает на еврейских свадьбах да ну на христианских тоже бывает я имею ввиду русских ресторан это но здесь не об этом да в древности у евреев обручение служило поводом для церемонии не менее пышно чем свадьба праздновать обручение за несколько месяцев до свадьбы иногда даже за год за свадьбы как мы видим случай с кем с иосифом и мирием да родителями ешева когда иосиф обнаружил что мирием беременна хотя он был сокричил с ней эрусин но кедушин еще не было поэтому мог он с ними физический контакт не мог да откуда то значит родился да видишь что она беременна откуда же ребенок и в данном случае их должны были что ее по крайней мере побить камнями да поэтому чтобы не побить камнями он решил что лучше если она не будет обручена с ним да и сам решил расторгнуть брак но бог по личному откровению сказал что он что поступает неправильно да и поэтому он все-таки женился хорошо на церемонии обручения подписывался контракт также как при заключении брака и если одна из сторон расторгала его то другая сторона имела право на компенсацию молодые объявлялись женихом и невестой и обязаны были хранить верность друг другу и измена как мы говорили очень сурово наказывался столь долгий промежуток между обручением и свадьбой позволял будущим супругам которые до этого как правило никогда не виделись или не были знакомы или слабо были знакомы узнать друг друга и сблизиться это не физическом смысле сблизиться да может могли быть друг с дом но не наедине дали разговаривать могли что-то делать ходить до гулять там по парку к примеру да но присутствие кого-то присутствие кого-то присутствие кого-либо из старших за 8 дней до свадьбы девушка получала от будущей свекрови ручные и ножные браслеты которые символизировали кандалы ожидавшие ее после супружества нерасторжимые узы ожидавшие ее после супружества хорошо родители составляют брачный договор затем у ног жениха и невесты разбивали тарелку для сбора пожертвований а во время брачной церемонии таким же образом будет разбит стакан но сейчас мы видим что это не соблюдается и эйрусин и кедушин обычно что происходит в одну в одну традицию хорошо что нужно знать о традициях свадьбы я еще раз говорю о еврейских традициях еврейские традиции не всегда носит письменную тору да но устную тору но однако они все равно есть основание и в письменной торе значит мужчина обязан первое мужчина обязан взять себе жену ради того чтобы плодиться и размножаться тот кто устраняется от этой заповеди все равно что проливает кровь из-за него в мире становится меньше людей сотворенных по божественному образу и подобию если они не могли иметь детей что они должны были делать усыновить кто таки был усыновленным для авраама и сары или зер вы помните ему даже авраам собрался да передать что все имение то есть некоторые еврейские комментаторы говорят что раз он поступал то возможно или зер был усыновленным возможно он не просто был управляющим как говорится с улицы человеком но и был усыновленным хорошо значит с какого времени обязанность плодитесь и размножайтесь вступают в силу как говорит еврейская традиция когда человеку исполняется 18 лет не следует оттягивать вступление брак дальше чем до двадцатого года жизни но тем кто занят изучением торы и посвящает этому все время и боится что необходимость содержать семью помешает учению разрешается дополнительная отсрочка но не очень большая третий пункт каждый должен стараться взять себе достойную жену из достойной семьи перепишите есть три характерных признака у народа израиля стыдливость сострадательность и готовность бескористной помощи стыдливость это цниут есть такое выражение цнотлива жинка цниут да цнотлива да цниут да цниут это сострадательность сейчас цниут видите а слово русское цена имеет такое мы еще говорим с целомудрием цниут буквально означает целостность а что такое выражение снотлива жинка есть такое украинское язык это как это порядочное больше чем порядочное более чем целомудрием целомудрием да видите это выражение есть и в украинском языке цниут потом что хэсет да хэсет милость и дальше готовность к бескорыстной помощи бескорыстность полностью всегда дела милосердия мы говорили милот хэсет значит стыдливость сострадательность и готовность к бескорыстной помощи от того у кого нет этих качеств следует удаляться у Римки были все эти качества да хорошо это три качества достойность жены которые следует себе выбирать так четвертое ради возможности продолжать изучение торы и ради женитьбы если нет другого выхода продают свиток торы видите свиток торы это самое дорогое да и такому сейчас свиток торы стоит дорого до тридцати тысяч долларов и раньше в семье самое дорогое и всегда еврейская семья на полочке что стоит тора да что нибудь там из еврейских мудрецов и что и сидур да и мы видим что это считается самое дорогое но ради женитьбы и ради изучения торы что можно сделать продать свиток торы да хорошо что что сделал папа Карло который как вы знаете был евреем своему сыну Пиноккио и Буратино да продал куртку да и купил ему что азбуку правильно он поступил правильно как настоящий еврейский папа хорошо четвертое ради возможности женитьбы и учения торы можно даже продать свиток торы пятое Кагену запрещено жениться на разведенной или на той которая прошла церемонии халица ну у нас халица это сейчас не практикуется да помните женщина которая должна была выйти замуж за брата своего мужа да если если умирал муж так то брат следующий там если их несколько братьев должен был стать ее мужем где мы видим эту традицию описано в рассказе малыши Карлсон да помните ну вот говорит мой брат вырастет ну вот он женится вот он умрет а у меня опять на его жене старая жениться да а я же его вещи донашь чисто еврейское мышление и если отказывал ей да он имел право отказать но при этом он считался как бы покрытый позором и эта женщина покрытая позором и разведенная да то есть к Кагену более строгие требования да вот разведенная или вдова или обшедшая обратка лица она могла выйти замуж за какого-то другого еврея конечно могла но за Кагена она выйти замуж что не могла потому что Кагену более высокие требования более высокие требования левит и простой еврей израилит может вернуть свою разведенную жену при условии что она не выходила замуж за другого то есть сейчас они развели сюда погуляли где-то потом передумали и сошлись но если она вышла уже замуж за другого а то тут некоторые умники говорят ну вот у тебя был муж а ты сейчас вот замуж за этим ты стала верующей теперь ты с ним разведись и должна вернуться к своему первому мужу правильно это неправильно да понимаете вы многие разные глупости совершаем до уверования да но как в новом завете сказано в каком вы положении уверовали что в таком положении и оставайтесь вот так хорошо разведенная или овдовешшая женщина обязана была ждать 90 дней чтобы вступить в новый брак причем день развода или смерти мужа не входит в число этих 90 дней разведенная или овдовешшая женщина обязана было выждать 90 дней прежде чем вступить в новый брак то есть день развода и смерти мужа не входил в эти 90 дней фактически получалось 91 день если вдова или разведенная беременна или кормит ребенка она не может выйти замуж раньше чем ребенку исполниться два года нельзя справлять свадьбу в субботу в праздник Хольгамаэт в период общественного траура ну например между Песак и Шавот или между 17-го Томуза и 9-го Ава а также во время семидневного траура по смерти ближайшего родственника жениха или невесты теперь подготовка к свадьбе самая важная неделя которая предшествует свадьбе для жениха устраивается специальная церемония которая называется Уф-Руф Уф говорит жених Руф Уф-Руф одно слово Уф-Руф за неделю да устраивается специальная церемония для жениха он отправляется в синагогу принимает активное участие в службе и объявляет о приближающейся свадьбе своей конгрегации и так когда он должен говорить о свадьбе я не говорю о помолке за неделю да во время службы жениха забрасывает конфетами за службы следует небольшое угощение когда члены конгрегации предлагают еду напитки вино а иногда и обед для членов семей набожный жених в один из дней предшествующей свадьбе как правило в субботу отправляется в синагогу где читает наизусть Тору и получает те же благословения как в день свои бар-митсва иногда его сопровождает невеста и тогда присутствующие в синагоге женщины осыпают молодую щиту орехами и изюмом орех и изюм это символы плодородия жених и невеста также могут сходить на кладбище чтобы вспомнить о своих родителях усопших родственников но равен не рекомендует следует этому обычаю ну почему потому что мы говорим что мы в наших религиях и едуизм это религии кого мертвых или живых 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 хотя заповедь по чтениях родителям она распространяется на умерших потому что в действительности они живы тело умерло но где-то они находятся хорошо теперь по отношению к менструальным месячным невеста вступает в брак как минимум через 7 дней после менструации и принимает что как называется ванна миква миква если после этой процедуры произошло прошло больше четырех дней а свадьба не состоялась миква может повторяться некоторых еврейских странах чтобы ну развитых странах например соединенных штатах евреи даже во время брахосочередания невеста принимает какие-то таблетки чтобы отрегулировать свой цикл месячный ну хотя это не рекомендуется но бывают случаи что невеста за два-три месяца до свадьбы начинает принимать гормональные препараты препятствующие месячным хотя еще раз говорю это бывает в реформированных ценовых и это не является нормальной еврейской традицией значит есть уф-руф для жениха и есть специально инструктаж невесты она называется хадрахат калла хадрахат калла кто проводит хадрахат калла грамотная религиозная женщина может быть мать может быть женаries например грамотная религиозная женщина, она должна все объяснить женщине и о месячных, и о правилах ритуальной чистоты, нечистоты, и о поведении, так, первую брачную ночь. Это нормально? Да. То есть, должен произвести, обязательствуется неделю хадрахат хкала. Миква, вы знаете? Миква, это что? Очищение, да? Очищение. Мужчины тоже перед свадьбой иногда принимают Мику, но отдельно от женской. Чтобы правильно соблюсти требования Миквы, женщина должна снять все украшения, дальше стереть лак с ногтей, а затем уже входить в бассейн. Она должна полностью погружаться в воду, и у нее даже не должно быть двух сухих волос, да, вместе. Поэтому волосы надо обязательно раскрывать. И это мы видим в Новом Завете. Есть об этом заповедь Миквы? Ефесянам, 5 глава, 25-27 стих. Мужья, любитель своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Отсюда можно сделать вывод, что если говорится в переносном смысле о святости в Слово Божие, как о Микве, да, то хорошая заповедь Миквы, и она сохраняется в Новом Завете. Я надеюсь, что у нас будет своя синагога, и если вы будете ремонтировать синагогу, не забудьте о чем? О Микве. Сделайте хорошую ванну такую. Желательно, чтобы человек мог погрузиться полностью. Нет. Можно один, но полностью. Чтобы полностью. Ну, например, такие вот, типа, вот баков, когда в саунах применяются, знаете, такие. Вполне это немного места занимает, и хорошие вещи. Следующее. Хупа. Хупа. Помните, первоначально жених переводил невесту в свой дом. Ну, это, так получается, свадьба в доме невесты, потом они все шли в дом жениха. Вот, получается, нераскоризованность, неразбериха. Там столы накрывать, там столы накрывать. Рада. Поэтому решили это делать в каком-то определенном месте. Но есть символ, который символизирует дом жениха. Это что? Хупа. Хупа – брачный балдахин. И другие страны, которые были под влиянием в еврейство. Вот, например, в индуистской традиции, не в индейской, а индийской традиции, что сохраняется? Хупа. Вы видели? Там тоже вокруг хупы обходит. Почему? Потому что евреи еще до нашей эры посещали Индию, а потом были еще несколько таких волн, которые заходили в Индию. Поэтому особый балдахин или хупа. Балдахин символизирует будущий семейный очаг и одновременно небо. Бесчисленные звезды на небосклоне сулят молодой чете, многочисленное потомство. Помните, как показал Аврааму? Бог, да, говорит, потомков твоих будет что? Сколько звезд на небе. Да, символизирует многочисленное потомство. Смотря на американский флаг. Звездочки, звездочки, звездочки в ряд. И полосочки только. Не голубые, как в еврейском, а какие? А красные, да? Вот. Но ничего, красные талиты тоже бывают у китайских евреев. Так что даже в американском флаге есть что-то вообще с еврейской символикой. Заметели? Хорошо. И раньше хупу ставили только под открытым небом. И даже иногда делали специально проделанное в купе отверстие, чтобы видеть кусочек неба. И небо призывалось свидетелей бракосочетания. Ну, сейчас хупу ставят и в помещении. Главная традиция, правда? Свадебная одежда. Особой традиции свадебной одежды у шениха и невесты нет. Мужчины сейчас развивают черный халстук, черный костюм. Женщины белое платье. Но, опять-таки, у разных народов свои традиции. У восточных народов нет белого платья. Кстати, вы знаете, что белое у восточных народов. И у евреев это символизирует траур, кстати. Вот. Поэтому были обычно разноцветные одежды. В прошлом новобрачных, чтобы не забывал о грядущем дне смерти, одевали длинный белый балахон, похожий на саванн, а на голову возлагали мешочек с золой. Девушка перед свадьбой что делала своими волосами? Брилась, да? Помните? Накануне свадьбы есть или брилась, или потом позднее стало коротко остригаться. И есть даже такой свадебный танец ножницы, да? И говорят еще о пострижении, видите, в монашке и так далее. То есть сбривание волос. Это тоже было как свое посвящение мужу. А во-вторых, для того, чтобы как ограда. Чтобы она не показалась без парика. Потому что традиционная еврейская женщина, то мужу не что носит? Парик, да? Даже если она не носит алунный убор, она носит парик. А если она зажигает свечи, она носит что? И парик, да? И полточек обязательно. Вот. Но это как ограда была. И вы видим, что во времена апостола Павла была уже такая традиция. Помните насчет стриженной и обритой женщины, да? Женщина, посвященную мужу. Она какая? Если бы она была без головного убора, то какая она получалась? Да, лысая. Ну, сейчас тоже такие, или коротко стригутся. Моя женя, правда, красивее с длинными волосами? Правда, моя женя красивее с длинными волосами? Никак не могу ее расколоть. Хочет, чтобы, короче, и очень красивее с длинными волосами. Я люблю, когда женщина с длинными волосами. Ну, вот она вышла. Да уж, пострелась, и так теперь ходит. Правда, без парика. Хорошо. Итак, Павел говорит об этой традиции? Да? Да, мы видим. Если она не покрыта, то мы видим, что она стриженная или вретая. Екатерина II боролась против этой традиции и даже штрафовала женщин. И все-таки ей удалось добиться этого, что сейчас не греется. Значит, на обращенном свадебном пласте в моих ортодосальных общинах набрасывает также на голову покрывало, скрывающее лицо. И молодой супруг приподнимает его в память о ком? Помните? Иакове, да? Иаков женился случайно не на той, потому что не посмотрел в свое время. Да, в память об Иакове, обманутом тесте, под покралами старыхели было кто? Обвинчивая старшая сестра Лея. Поэтому, приподнимая покрывало, жених избавляет себя от подобной неприятности. Жених и невеста накануне свадьбы постятся, так же, как в Йом-Кипур, для того, чтобы очистить себя от грехов и начать новую жизнь. И еврейская традиция говорит, что день, когда еврей и еврейка заключает супружеский договор, этот день для них подобен Йом-Кипуру. Они постятся, раскаются в своих грехах. Видите, сейчас принято устраивать там мальчишники, девичники всякие, вечеринки, которые переходят плавно в Оргию. Это все как раз в лось с точностью, да наоборот. Один день? Накануне. Накануне. С вечера до вечера. А на следующий день можно свадьбу сыграть. Они постятся, раскаются в своих грехах, совершенных в дни юности и до этого дня, и просят простить их. Говоря, до ныне мы были словно двумя половинками тела, отдаленные друг от друга, и не было в наших душах ни мира, ни блага. А теперь мы возвращаемся к первоначальному совершенству. Я уже говорил, да? Становимся единой плотью, и новая чистая душа вселяется в заново восстазанное совершенное тело. «Прости нас, Господи, и помилуй нас, — говорит они, — и скупи нам. И Всевышний дает свое согласие и прощает им грехи и открывает им новую, чистую страницу их жизни. И жених и невеста стоят перед свадебным балдахином. Это словно последняя, заключительная молитва Йомкипура на Ила. Сердца переполняются трепетом и ликованием преддверии новой жизни, которая вот-вот начнется». Хорошо. Обручальное кольцо. Обручальное кольцо, вообще эта традиция уже в средние века появилась, да? И, кстати, от евреев она перешла и к неевреям. Мы говорили о кольце, которое подарил, но это скорее как украшение. Элиезер, невесте своего, сына своего хозяина, как? Что он сделал? Рюки. Куда кольцо? Да. Кольцо на нос. Да. Кольцо на нос. Куда именно нос? Можно же и сюда, и сюда, и сюда. Ну, я не знаю точно. Надо посмотреть, куда восточные еврейские женщины и еменские делают. Вот. Скорее всего, в это место. Да. Да. Хорошо. Хорошо. Но позднее, но позднее в средние века, да, в позднее в средние века, это было уже кольцо на руку. И еще есть интересные такие свадебные кольца, да? На некоторых, даже вид города Иерусалима и так далее. Кстати, вы знаете, что еврейское свадебное кольцо носил Пушкин? Да. А вот специально еврейское свадебное кольцо, там есть еврейские благословения написаны, были на еврите. И Пушкин считал, Пушкин считал его своим талисманом, и писал, храни меня мой талисман и так далее. Интересно. Не знаю, как оно ему досталось, а Пушкину, может, по наследству. Вы знаете, что у него предки были евреями? Да. Пушкин тоже был евреем. И Лермонтов был. И Лермонтов был евреем. Да. Вот. Насчет Гоголя не знаю. Хорошо. Обручальное кольцо одевает на указательный палец невесты, предполагает, что именно этим пальцем она указала на своего будущего супруга. Новобрачные пьют освященное вино из одного стакана, которое сбивает у них, Бог, память о разрушении первого храма. Интересно, что, значит, да, а потом, каждый из молодых старается первым вступить на помост, тот, кто поставит ногу раньше, будет главой семьи. Это напоминает обычаи принятый у китайцев. Главой станет тот, кто первую брачную ночь первым сядет на край супружеского ложа. Спустившись по мосту, новобрачные зрячими свечами в руках во главе свадебного путешествия семь раз обходит вокруг хупы. После каждого круга родственники произносят благословение, как бы бирать читу под свое покровительство. Видите, и у китайцев, и у индийцев. Ну, китайцы тоже немножко евреи. Почему семь раз обходят? Семь раз – это число полноты, да? Ну, еще семь раз. Помните, обходят, как это фото, это обходы сторой вокруг, да? Семь раз обходили вокруг стен Иерусалима. Хорошо. Затем Мазар Зашонов провожает в дом или оставляет в какой-то комнате и оставляет на некоторое время одних. Не обязательно они в это время совершают какие-то половые отношения, но это означает, что если они уже остались наедине, они вступили в брачные отношения. За исключением тех случаев, когда замуж выходит вдова. В таком случае можно эту традицию не применять. Хорошо. Равеный составляет брачный договор и после этого следует обед. За столом мужчины сидят отдельно от женщин в традиционных еврейских общинах. В меню обязательно присутствует рыба. И помните, что жениху дают? Голову, да. Чтобы он был головой, а не хвостом. Клезмеры, музыка, танцы. Мы уже об этом говорили, когда говорили об искусстве клейзмеров. По многовековой традиции мужчины и женщины танцевали отдельно. Исключение составляло танец с платком. Мужчины по очереди танцевали с новобрачной, держа натянутый платок между собой и ею. По традиционной невестской свадьбе веселье достигало кульминации, когда мужчины поднимали невесту вместе со стулом, на котором сидит, и жениха, да? Причем мужчины поднимали невесту, а женщины поднимали жениха. Ну, значит, надо было больше женщин. И женщины такие покрупнее, которые коня на цыку остановят. У американских евреев мать, которая женит последнего сына или выдает замуж последнюю дочь, тоже увенчивает цветами и кружит на стуле. Это танец, венец исполнения ее материнского долга. Вообще, на Северной Африке молодые, и тогда исполняют, молодые гости, и женщины исполняют танец живота, что помогает им найти здесь же супруга. Это считается вполне целомудренно, потому что они девственницы. Да. В Курдистане новобращенно для верности дают поддержать младенца мужского пола, а гости в это время хором кричат, пусть будет твой первый ребенок мальчиком. Ну, вы знаете, что еврейская свадьба требует обычно очень больших расходов. Правда? Поэтому выдача невесты, если она особенно не имеет приданого, это что было? Помощь, митсва, да? Митсва. И даже община выделяла определенные средства для того, чтобы выполнить эту митсву. Иногда одалживали свадьбные платы бедным невестам, а часто свадьбы бедняков справлялись одновременно со свадьбами богачей. При этом богатые родители брали на себя все расходы. Все равно в гости идут и пьют, а что одна пара, две пары, пять пар, не все ли равно? Правда? Можно как-то соединить. Реформация иудаизма упростила эту церемонию. Можно обойтись без предварительного поста, без разбивания стакана, без договора и без большого количества гостей, что обходится значительно дешевле. Часто вот такие свадьбы поражали воображение народу, среди которых жили евреи, и были одним из факторов, породивших антисемитизм. Когда очень богатые и пышные свадьбы, да, и это вызывало зависть. Зависть. И поэтому, например, императрица Мария Терезия распорядилась, чтобы число гостей на свадьбу было ограничено, и чтобы приходили они по отдельности. Отсюда, наверное, расходиться по одному, да? Расходились даже по одному. Некоторые брачные обряды евреев воспринимались священниками как антихристианские. В 1895 году Аббат Пьюинг в одной из своих антисемитских проповедей утверждал, что равен по обычаю преподносит новобрачного яйцо запятнанное кровью Христовой. Действительно, в некоторых общинах было принято давать жениху выпить сырое яйцо, как символ плодовитости. Помните, как это называется? Гоголь. Гоголь. Мы говорили. Это специально для жениха. Во время этой традиции жених подобен царю. Рассказывали царе о гриппе, который уступил дорогу невесте, и воздали мудрецы ему хвалу. Просили его, почему ты так сделал? Он ответил, я ношу корону целый день, а пусть она для себя часок получит корону. Мудрецы возлагали царские короны на голову жениха и невесте, и говорили, жених подобен царю. Отсюда корона, венец, да? Делали такие короны, которые держали над женихом и невестой, и это тоже не христианская, а какая? Еврейская традиция, появившаяся во времена мудрецов, то есть во втором примерно веке и дальше нашей эры. И православные, почему? Потому что мы видим, что христианство взяло очень много еврейских еврейских традиций. Хорошо, сколько у меня еще времени? Пять минут. Хорошо. Кольцо. Кольцо должно принадлежать жениху, его нельзя брать на прокат. Значит, не обязательно золотым, но должна определенные требования. Оно должно быть цельным кругом, не сомкнутым, испаянным, да? А цельным кругом. Должно быть простым, без камней и украшений. Но иногда все-таки евреи делали камни. От жениха не требуется носить обручальное кольцо, но некоторые мужчины носят это. Хорошо. Теперь непосредственно проведение церемонии. Я думаю, мы сделаем перерыв, да? И зал... и украшений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!